Третий сезон КВН в Славутиче начался. В субботу к нам приехало пять команд. Смайлы из Кадовска, Лунь из Ильпеня, команда Стоп из Чернигово, сборное медучилище из Прилук и бомба-ракета из Киева. И, конечно, хозяева 3D-формат Славутич. Может, это был и не самый сильный состав участников, но зрители смеялись практически над 70% шуток каждой команды. Наименее точным попаданием на хороший юмор был у Смайлов из Кадовска и сборное медучилище из Прилук. Но время еще есть, они еще успеют написать новые шутки и приехать к нам на весенний и зимний кубок. Команда Стоп из Чернигово представляла школу номер 13. Шутила, порой не по-детски, но среди взрослых КВНщиков, конечно, им было тяжело. Но все равно в Славутиче есть куда расти. У нас, например, детской команды КВН нет, а очень хотелось бы. Ау, энтузиасты, слабо сделать такую же команду, как в Чернигове, из детей. Теперь о лидерах. Команда 3D-формат, естественно, как своя, воспринималась немного ярче. И команда отвечала мощными шутками, базирующимися на местном материале. Начнем с новостей 3D-формата. Сегодня суббота, а это значит, что на 3D-TV прямой эфир. И у нас в студии Игорь Грамоткин. Как, на ваш взгляд, должна работать станция? Станция должна захоранивать сама себя. Скажите, пожалуйста, а почему на днях на Чернобыльской атомной электростанции отключили отопление? Я очень надеюсь, что произойдет омоложение нашего коллектива. И напоследок, многие интересуются, как устроиться к вам на работу. На Чернобыльской АЭС теперь со следующего года никто бесплатно ходить не будет. Это я обещаю. Итак, представьте, первая миниатюра. Последний голубой Славутича. Ты не спрашивай, спрашивай. Слышь? А ты когда из партии региона выйдешь? Есть еще такие, так называемые, диванные вредители. Итак, представьте, случай возле компьютера. Так, ну сейчас я его строй. Алло, депутат Славутицкого в Минской Раде слушает? А у нас громадские слухания Минского головы. Юрий Кириллович, Юрий Кириллович, вы посмотрите, что творится. Вы тарифы видели? Как платить людям вообще, а? Да не проблема, вертайтесь, а допоможем формам субсидий. Да не нужны мне ваши подачки. Вы что, думаете, я заплатить не могу? Да не, я так не думаю. Конечно, мажоры одни тут собрались, да? Так вы считаете? Да не, я так не считаю. Да вам видно, что вообще никак не считаете. А вам, как директору ЖКХ, не соромно такие питания ставить? И патриотично, и смешно. Вот только на разминке они не показывают такой же класс, как во фристайле. Команда Луни-Зерпеня – это новый формат первого чемпиона Славутической лиги трехлетней давности. С серьезным потенциалом на качественный, порой парадоксальный юмор и актерское мастерство. Парень остался один дома и решил немножечко станцевать контент. Сын! Сын! Едите колотить, да чем ты тут занимаешься? Мы же тебя по-другому воспитывали, а вдруг соседи увидят, а вдруг бабушку увидят. Ты же в ПТУ учишься, скотина, паскуда, тварь, сволочь. Батя, это же просто контемп! Это, по-твоему, контемп? Батя, а где ты так научился танцевать контемп? Я просто служил под контемпском. В контемпских войсках. И, пожалуй, стоит отметить их лучшую шутку в импровизации этого вечера. На вопрос депутата Борисова. Что такое working travel? Смотрите, если дословно переводить, то это работа и путешествие. Дальше. Как объяснить депутату, что такое работа? Дольше ни за какой ответ так никто не аплодировал. Спасибо, так долго у меня еще никогда не было. Киевская команда «Бомба-ракета» была, пожалуй, посернее всех. Помогла им разноцветная фольга, усиливающая видеоряд их выступления. Кстати, во второй разминке им пришлось не один раз отвечать на вопрос, а нет ли у них еще чего-нибудь замечательного в их карманах. Ну и, пожалуй, лучший стендап номер вечера тоже принадлежит и их творчеству. Парень решил принять душ у девушки дома. Водичка такая тепленькая, осталось голову помыть. Так, где тут у нее шампунь? Абразивный скраб. Лифтинговый тоник. Эмульсивное молочко. О, это из коровы, почему из коровы? Ладно, помощь друга. Оль, а где тут у тебя шампунь? Ну, посмотри внимательнее, он там в баночке стоит. Тут все в баночках. Нет-нет, там все в тювиках, палетках и в вакунах. И только шампунь в баночке. Баночка. Баночка, баночка. В чем бы я анализы понес, баночка? Ладно, хрен с ним, просто вытрусь и выйду. Оль, красное полотенце можно взять? Конечно, бери. Только не перепутай с коровым. Пурпурным. Да не вонах, он просто так. Стоим и сохнем. Стоим и сохнем. В итоге весьма синхронно проголосовало жюри. И фактически к финалу подводить итогов было не нужно. Все и было и так понятно. КВН продолжается, КВН приносит нам классные позитивные эмоции, приносит радость. И от этого становится теплее, и даже газ не нужный. Киев, ракета, ну это настоящая бомба. Окременно дякую за антураж на сцене. Перебирать не будем до Нового года. КВН, КВН, Киевская область. Наши постоянные гости. Ну, 3D формации вообще страшные. Я думаю, что снова будут нас с Демидовым трогать. Но нет, они пошли дальше. Хотя справедливая зерка сегодня мы знаем. Кто Владимир Владимирович где-то еще врахует. Но он сегодня зерка всех команд. Я дякую командам, я дякую публике, ибо вы сегодня тоже были найкращие. И КВН в Славутищи продолжится. С святом вас! Черниговская детская команда «Стоп» получила специальный кубок. На третьем месте, увы, не попав в суперфинал команда 3D формат. А вот в суперфинале выступят две команды. Это «Луни Зерпеня» и «Бомба ракета Киев». Ждем весенний кубок. Ждем новых ярких шуток и смешных команд. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова